здравствуйте дорогие друзья с вами николай и я рад вас приветствовать у себя в гостях сегодня на мне к видные перчатки значит будем немного химичить и пытаться чистить монетки евро в одном из предыдущих видео я уже это дело анонсировал и вот приступаю те кто на моем канале уже давно знают что самые первые мои видео было про то что я хочу мол навести порядок в коллекции хочу все аккуратненько разложить почистить определить для себя направления которые будут дальше коллекционировать и не прошло и 9 месяцев как у меня дошли собственно говоря до монеток евро руки что можно сказать вообще по чистке вы как бы можете чистить монеты любым угодным и удобным для вас способом можно чистить их я не знаю там мылом зубной пастой соды и прочей бытовой химии различными мыльными губками и так далее все всякое много всячины напридумывали и китайской и не китайской и разный и в принципе на самом деле я не вижу ничего в этом страшного для монет с огромной тиражностью с какой-то там низкой стоимостью для рядовых совершенно абсолютно рядовых монет смотришь иногда youtube какой-нибудь там коллега наш пытается чистить монетки я не знаю ну например биметалл наш российский и чистит он какую-нибудь монетку например ну зубной пастой щеткой и в комментах у него там такая ругань мол ой 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 чё ты делаешь да как ты вообще додумался ты же портишь монету там абразив там микроцарапины бла-бла-бла а я вот думаю для себя у меня как смешанные чувства но это ладно монетка там допустим какая-то республика тыла у нее там 10 миллионов тираж она априори там ходячая с обращения вся уже там побитая покоцанная или даже если она мешковая это ведь такое условное понятие мешковая монета она вроде как не из обращения но все равно она битая перебитая коцаная перекосанная ну я не думаю что вы там мылом и зубной щеткой сильно ее сможете убить не знаю в общем я стараюсь сильно не ругаться на коллег которые вот так вот чистить свои монетки конечно если у вас более серьезная монета или там круг монета я бы вам не рекомендовал чистить и такими дикими домашними способами там проще воспользоваться чем-то более-менее профессиональным а если у вас там вообще какая-то люкс монета то я бы вообще и чистить не брался отнес бы профессионалу я не профессионал дорогие друзья далеко не профессионал но у меня пытливый и хочется все пытаться делать правильно даже если не получается даже если косячишь нужно по крайней мере стараться делать правильно и сегодня мы будем стараться собственно есть у нас монеточки есть у нас средства средства для чистки этих монет как раз тут написано би металл би металлик я не джеймс бонд к средству прилагается инструкция помните джеймс бонд фильмах там приходил в эту мастерскую супер шпионскую ему давали там оружие какие-то всякие девайсы часы со взрывчаткой встроенной или чем-то в этом духе машины и он умел пользоваться не читая инструкцию я пожалуй прочитаю инструкцию в общем вот такая наша ванночка для монет вот так тут даже написано отлично подходит для монет 1 евро 2 евро ну и в принципе для различных медно-никелевых монет даже эту клинговую ванночку may not be used нельзя использовать для золотых серебряных монет ну чтобы получить на чистку такого же качества это условно говоря чисто для биометаллических монет евро лучше всего использовать это средство теоретически можете бросить сюда какую-нибудь серебряную монетку скорее всего элементарные какие-то налеты окислые она скушает но это будет уже не столь профессионально не рекомендуется так рекомендует не бросать огромную кучу монет чтобы избежать повреждения царапин с меньшим уровнем загрузник загрязнения монета очистится порядка за одну минуту если более серьезные загрязнения 35 минут доставайте монетку смотрите на монетку не держите ее ванночке дольше чем необходимо после очистки достаньте корзину с монетками и промойте под проточной водой из крана все вроде бы понятно держите там далеко от глаз от детей бла-бла-бла это тоже все понятно собственно я эту штуку уже открыл такая вот там вот жидкость то мыльный раствор лечет в этом духе такая вот корзиночка который помещается монетки затем она погружается туда-обратно все эти окислы которые растворяются навсегда прям в ней и остаются ну что давайте попробуем ну конечно для наглядности было бы интереснее выбрать какую-то я не знаю подубитую монетку погрязнее монетку у меня более-менее они на самом деле все чистые но вот я нашел пару грязненьких сейчас вам постараюсь показать если вы обратите внимание вот монеточка это справа блестит а слева она каких-то вот прям реально окислах коричневых эта монетка экспо по моему в милане вот ее мы однозначно сейчас забросим в ванночку вот видите да тоже на поле монеты какие-то такие ржавые пятнышки вот заодно будет интересно посмотреть сойдут они не сойдут раз отобрали кандидата потом вот такая монеточка есть еще тут какой-то я не знаю что это это либо брак либо дефект либо какое-то химическое уже повреждение монеты сейчас покажу вам на сравнении с нормальной это флаг австрии а справа флаг германии ну германского чекана видите такой снизу какой-то треугольничек такой след непонятно что это такое не знаю и не уверен что он сойдет то что мне кажется это что-то уже не знаю химическое с этой монеткой происходило попробуем тоже ее закинуть посмотреть ну и какую-нибудь третью монетку вот вижу на этой монетке есть какие-то тоже вкрапления ржавчинки окислов гнилушки на самом деле если монетка начала гнить если поврежден верхний слой это уже не очень хорошо и по-хорошему монетку заменить то есть продать ее там подешевле с каким-то дисконтом скопить еще 50 рублей отказавшись от какого-нибудь эспрессо в кафе и приобрести себе монетку в более хорошем качестве опять-таки если вы к этим монеткам неравнодушны если вы их собираетесь давайте попробуем вот эту монетку тоже закинуть и посмотрим что из этого выйдет так вот наш ванночка первый пошел блин так швырнул что же брызги какие-то полетели стараемся их так кидать чтобы они друг дружку сильно не задевали второй пошел треть пошел думаю будет достаточно на этом я ставлю на паузу протираю тут средства которые я бездарно разбрызгал и включаюсь потом снова так у нас прошло где-то полторы минуточки думаю достать одну монетку какую-нибудь хотя нет не думаю так я вижу сквозь жидкость что пока еще окислы не ушли вот этот треугольничек непонятные на монетке посвященный юбилею флага тоже как-то не ушел и вкрапление на итальянской монетке тоже пока еще вижу возможно я выбрал неудачные как бы примеры какие-то другие типы налета сходят на ура если кто-то чистил таким образом поделитесь своим опытом дорогие друзья в комментарии и давайте вообще принципе делиться опытом и знанием это дело хорошее пока они еще у нас здесь киснут давайте я вам расскажу какой способ я для себя выбрал хранение евро монет монеты конечно можно хранить точно так же как и чистить совершенно по-разному в холдерах там да я не знаю вот в таких вот листочках которые у меня лежат на фоне в чем угодно есть вот альбомы типа коллекционера альбы нумизматика где покажу даже свой готовые уже листы с ячейками где все разложено где все подписано вроде как аккуратно хорошо есть и плюсы и минусы на мой взгляд такого типа альбомов я ниже не опускаю чтобы не задеть эту ванночку вот такого плана до альбомы вполне себе годный вариант на самом деле для монет обиходных на мой взгляд но все-таки есть здесь доступ кислорода хотя вот монетки я почистил вижу что вроде как не заглядывал тоже сюда пару месяцев вижу что вроде все чистенькие все нормально хранится не гниет по крайней мере пока еще поэтому если у вас есть желание таким образом хранить пожалуйста это ваше решение это ваш выбор главное чтобы вам нравилось чтобы вы были довольны спокойно реагировали на критику потому что критика всегда будут будут люди которые говорят дурак фигню какую придумал в общем я решил попробовать что-то новенькое и монетки евро я решил хранить таким образом есть у нас известные альбомы фирмы маяк немецкой есть вот такие к ним заводские листы от той же фирмы есть вот такие вот заводские капсулы от той же фирмы и есть очищенные монеты которые кстати пора достать посмотреть что там вообще с ними происходит сейчас секундочку поставлю на паузу что я могу сказать сразу эта монеточка как я предполагал не чистится она стала светлее я вижу что ушли всякие там отпечатки пальцев ушел такой знаете естественный налет патина такая которая монете липнет со временем но вот это вот пятнышко она как осталось как было так и осталось монеточка экспо вижу тоже что сходят эти окислы но явно еще не сошли до конца если там сравнить с любой другой монеты на которые есть какие-то надписи то видно что там они как чистые здесь они какие-то грязные с каким-то налетом обратная сторона монеты сошли ли пятна здесь пятна сошли ржавые поэтому будем считать что есть шанс у нас свести на нет и вот эти окислы и дадим этой монетки еще полежать полежать по этой монетки чё скажем так вижу тоже осталось вот это вкрапление вот это стало чуть поменьше но тоже осталось вот и я не знаю что честно дорогие друзья стоит ее дальше кидать или не стоит у меня есть большое желание заменить такого рода монетку давайте просто пусть в качестве эксперимента она еще минутку-другую полежит и экспо тоже еще закину чтобы она полежала эту монетку я кидать не буду потому что чувствую что не поможет хоть день там ее храни за день там она наверно все станет совершенно другой кину еще какую-нибудь монетку вот такую наверное возьму монеточку потом ее сразу в капсулу завернул и в альбомчик тоже видно что она из обращения следы различные царапинки она полежит она вроде как чистенькая и мы ее сейчас обезжирим так сказать и запакуем в капсулу и наверное он там будет лежать не знаю сколько долго она там будет лежать так вот продолжаем вот таких вот листов в альбом влазит наверное штук шесть-семь насколько я понял на одном листе раз два три 4 5 5 на 7 35 монет сколько сейчас дорогие друзья у нас уже выпущены юбилейных монет евро по-моему в районе 400 штук у меня без повторок где-то в районе сотни штук я думаю то есть 20 наверное даже не сотня может 90 штук то есть процентов 20 у меня наверное есть от общего количества от общего числа монет не много не мало стоит ли их собирать не знаю дорогие друзья вот у меня просто вот еще раз я уже много раз говорил семья приложила усилия собиранию этих монет я не могу это направление просто так забросить вот для меня что-то значит стоит ли вам впрягаться в эту тему не знаю тема непростая тема обширная сейчас достаточно популярная хотите попробуйте но знаете если я сейчас вот начинал с нуля вот и если к не целенаправленно захотелось собирать монеты евро я бы наверное собирал более редкие монеты евро то есть я брал бы не количеством а качеством да вы можете купить все монетки там прибалтики юбилейные они там будут стоить наверное по 250 300 рублей ну может какие-то да подороже я бы наверное ушел в что-то более интересное там я не знаю финляндию в какую-нибудь в карликовые государства ну по мере скромных сил и возможностей собирал бы более редкие монетки сейчас буду целенаправленно наверно опять-таки не буду тратить большие средства на монеты евро может быть сестрички мои в европе проживающие что-то смогут для меня раздобыть может быть какие-то подарочки от кого-то придут кстати можно друзья устроить какие-то обмены у меня есть монеты евро на обмен я думаю сотня монет у меня точно есть это в основном конечно германия австрия италия франция вот наверное вот эти страны у меня в основном есть если есть желание пишите в контакте или в комментариях можно что-то с вами придумать поменяться монеточками ну и забегая вперед я вам хочу сразу показать как это будет в итоге выглядеть лампа чуть-чуть отсвечивает прошу не судить строго нас за окном пасмурно напротив дом высокий стоит солнце не очень много вот так вот монеточки после чистки аккуратненько каждая в капсуле каждая без жирная думаю лет на 10-15 их точно здесь замуровал если с ними ничего происходить не будет тут так дальше и будут лежать пару тысяч лет и может быть тогда они станут более-менее ценными потому что это самые простейшие монеточки ну может быть тут мальты есть несколько монетка не чуть по интереснее и вот так вот я планирую свои монеточки евро собирать вот в таких листочках дорогие друзья потом они будут прыгать в альбомчик и хранится так давайте сейчас я еще раз взгляну как там поживает наше экспо в милане что-то мне интересно так что с нашим экспо сейчас я чуть-чуть промокну ни в коем случае монетку не трите то что я сейчас ее так промахнул тоже не очень хорошо но не очень критично опять-таки вижу я что сходят налеты вот на самом деле зубной пастой условный да я бы их уже давно стер физически видно все-таки остались небольшие такие следы от пятнышек на поле монеты но в целом конечно монетка стала почище кину я ее еще на одну минуточку и потом наверное уже закончу эксперимент не буду ее больше мучить несчастная эта монеточка очистилась отлично промокнул но не тру чистенькая аккуратненькая остались естественные микроцарапинки все налеты жиры прочие к виды умерли на этой монеточки ее можно положить можно прям вот в этой же корзиночке под проточную воду можно там донести в какой-нибудь еще ванночке формочки ее искупать но в несколько минут хорошему чтобы вымыть остатки средства с гуртовой надписи со всех вот этих микро щелочек которые на монетке есть из под каждой буковки и так далее что мы видим здесь еще чуть-чуть осталось точечка если вот под таким ракурсом смотреть на нее где цифра 2011 давай родная получше сфокусируйся осталась эта точка большому счету так ее уже видно поменьше стала она меньше стала она более блеклая но полностью она не исчезла дорогие друзья вот так вот то есть я так подразумеваю это какой-то элемент ржавчины или что-то в этом духе он полностью монету подкидать отказался ну да ладно теперь я для себя делаю вывод до определенный что какие-то повреждения монет можно устранить какие-то проблематично какие-то невозможно для меня это значит что если я вижу монетку которая заведомо уже подвержена воздействием какой-то коррозии каким-то глубоким царапинам я даже не буду с ней заморачиваться эта монетка идет так сказать на призы на подарки на обмены на продажи куда угодно только не в мою коллекцию если собирать нужно стараться собирать монетки более-менее хорошего качества а вот этот фестиваль музыки я положу свою коллекцию тем самым дам начало второму листу на 35 монет которые я потом заверну в альбом как-то так дорогие друзья экспо идет еще покупается а я на этом свое видео буду заканчивать потом когда два может быть три листа будет у меня готовых когда я куплю под них новый альбом я вам обязательно все это дело покажу спасибо вам большое за внимание видео наверное получится очень долгое если досмотрели до конца то вам большой лайк видите как от средства кстати перчатки мутнеют то есть он краску средства это краску с перчаток снимает ну да ладно главное что кожа у меня осталась не поврежденная все дорогие друзья заканчиваю включение увидимся с вами в будущих видео в следующем видео я планирую продолжить распаковочку серебряных инвестиционных монет приходите в гости если вам эта тема интересна до скорых встреч дорогие друзья всем пока а